Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Номер 377, События дня. Притча 28.9. Кто отклоняет ухо свое от слушания закона, того и молитва мерзость. Что значит отклоняет? Одно дело, когда ему не допустили, но все равно он должен был найти. Вот говорят, а нас не учили этому, нам не преподавали, была советская власть. Ян Златоуст на это отвечает. Если один человек там спасся, он будет на суде Божьем против всех. Он докажет, я мог и вы могли. Почему вы это не делали? Я где обратился в Латвию, там я не знаю сколько, всяких еретиков полно было. Но мне Бог позволил в первые же месяца разобраться. Я стал исследовать от начала все. И кришнаитство, и бусульманство занялся всем. И сразу нашел, что истина православия, а остальное мимо проходит. И ты мог это найти. Отклоняет ухо свое. Ну и конечно молиться. На корабле был день и ночь на глазах людей. И все равно нашел место где. В багерской рубке. Там никто не видел, один сидел там, один занимался. В четыре библиотеки был в городе записан. Самые лучшие книги выбирал. Дальше. Пророк Исаия, первая глава, пятнадцатый стих. Это за 23 декабря у нас. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. Это речь идет в первую очередь о тех, которые молчуны. Молчат, не обличают, не говорят. Священники такие хорошие, в головку поцелуют. Славу друг от друга принимают. Павел говорит, я не упустил ничего. Я чист от крови вас всех. Они не говорят, они все в крови, которые не учат народ. Мы сегодня покажем, что патриарх Кирилл об этом уже который раз говорит, но дальше-то не движется. Пусть он меня вызовет, и мы поговорим с ним. У меня конкретная программа. И можно изменить температуру не в одном регионе, а во всей стране. Притча, пятнадцатая глава, восьмой стих. Жертва нечестивых мерзость пред Господом, а молитва праведных благоугодна ему. Жертва дух сокрушенный. Сердце сокрушенного не презрит Господа. А просто так, как буддийскую меленку проворачивают. У них как? Молитву написали, положили специально, чтобы непромокаемо было. Ее крутят. А потом подумали, а что рукой крутить? А поставили, где ручей течет. И она крутит, молитва идет. Дальше. Притча, двадцать первая глава, тринадцатый стих. Кто затыкает ухо свое от вопля бедного, то ты сам будет вопить и не будет услышан. Бедным называется не только телесно, но и духовно. Люди вопят, Бога не знают. По сектам разбредаются, а им никакой нужды нет. Попы жируют. Ужас какой. Без страха уточняют себя. И вот советую посмотреть, просчитать. Вот так, контрол нажать. Вот здесь, контрол внизу. Самая левая, крайняя кнопка. И нажать вот где вот есть здесь. И сразу выйдете на этот вот пункт. Что-то я сейчас нажимаю. Смотри, вот я нажал, выйдет она или нет. Вот почему братьям нужно носить бороду. Посмотрите, как баптисты выглядели. С бородами. Хорошая есть статья. Прямо сюда и вывести. Теперь обратно выводим. Так, детский православный лагерь Стан. В новом формате. Здесь, вот посмотрите тоже как. Контрол нажал, а теперь на него. Вот я нажал. Посмотрите, новый ролик составили. Про наш детский лагерь. А вот главное-то здесь, это 13 комментариев. Которые показывают. Я не знаю, почему они сюда не выставляются, остальные-то. Вот здесь, соответственно, проверить. Я не знаю, у вас это есть или нет? Нету. Нету? Почему она не выставляет? Вот я нажал проверить здесь. А тут вот, на нашем видеоканале, открытым оком. Вот посмотри, что здесь говорится. Вот здесь 275 роликов. А всего в детском лагере 427 я засчитал. А почему она их не выставляет? Как их выставить-то туда? Почему она их не пропускает? Вот сколько, смотри. Ну, все в папке спам находится. Видите, в спаме почему-то. А почему? А почему-то. Какой спам? Я выставил, это я хозяин ему, и поэтому ничего тут спамного нету. Я просто показать хотел, как надо находить. Поэтому, если мы желаем полностью узнать, надо уметь нажимать. Дальше. Вчера вышел ролик. Святейший патриарх Кирилл о миссии церкви в современном мире за 23 декабря. Вот нажмите на это. Опять же, вот я нажимаю сейчас и курсором ткнул в него. Смотрите. Патриарх не обидится, что я его включаю здесь. Сейчас частично у меня запишут. Мне уже приходилось говорить о том, что воспитанная в течение поколений, нескольких поколений, психология многих наших священников исключала соучастия в жизни общества. Потому что церковь находилась в гетто. Из этого гетто нельзя было выйти. Если священник выходил, то он был репрессирован. Мера репрессии зависела от эпохи. Но в любом случае, либо изоляция от общества, либо даже смерть, либо порицание, либо угроза, всегда стояли на страже, защищая общество от влияния церкви. И это привело к тому, что у многих священнослужителей атрофировалось само восприятие мира как поле для пастырской деятельности. Многим казалось, иногда и сейчас до сих пор кажется, что поле ему деятельности являются те люди, которые в храм пришли, забывая о том, что 80% нашего населения крещено в православной вере. Но ведь не 80% присутствует в храме. А где же паства? Она там, за стенами храма. И для того, чтобы достучаться до сердец, мало звонить в колокол, как это делали наши предки. Звонили в колокол, и все вставали, и приходили в храм. Отсюда и возникло слово «приход». Место, куда приходят люди. Священнику только нужно было позвать ударами колокола, и люди сами шли. Сейчас можно в колокола бить, и с пушек стрелять, и люди не придут. И задача церкви заключается в том, чтобы идти навстречу людям. Идти с умным и добрым словом. Идти с открытым сердцем. Не высокомерно, глядя на паству с высоты своего положения, а со смирением в простоте сердца, неся людям реальное утешение в скорбях, помогая ориентироваться в сложных жизненных обстоятельствах, помогая сохранить базисные ценности своего бытия. Поэтому я бы хотел, обращаясь к нашим священнослужителям, сказать, прошло время, когда служение священника связывалось только с совершением божественной службы и треб. Оно прошло, потому что перед нами другой народ. Оно прошло, потому что перед нами другие задачи. Кому-то еще кажется фантазией, что на каждом приходе, более или менее крупном, где есть некоторые материальные возможности, должна быть организована работа с молодежью, образовательная работа, социальная работа. Еще кое-кто улыбается про себя, думая, что ну вот патриарх фантазирует, и вместе с ним его единомышленники. Все это пройдет, все останется так, как было. Не пройдет и не останется. Сегодня нужно перестраиваться самым принципиальным образом. Священник должен осознать свою ответственность за то, что происходит в обществе. За количество абортов, за количество разводов, за уровень преступности. Вот если мы проникнемся этой ответственностью, то мы будем совсем иначе воспринимать свою пасту. Я говорю эти слова, обращаясь, конечно, не только к духовенству Московской областной епархии, а к духовенству всей нашей церкви. Вот, я показал, где это есть. Посмотри, опять же, вот, святейший патриарх Кирилл. Ну и что сказал? Вот у кого есть какая возможность, выведите патриарха на меня. Я ему обещаю, что если только он примет мои слова, как, то температура будет изменена. Откуда вы это берете? А вот откуда, смотрите. Вчера, когда этот ролик был выставлен, я сразу же выставил, вот, патриарх Кирилл о миссии православной церкви ныне. Ну, небольшой тут ролик, 16 минут. Я полностью разбираю его доспосрочно. Представляю опыт. У меня опыт не проповеднической, только благовестнической, но миссионерской, поистине миссионерской работы. 54 года. Мне есть, что ему сказать. И конкретно включить, какие рычаги. Вот выведите его на меня, кто может. Не просто праздно слушать. Дальше. Пишет мне из Испании, получили мои книги. 38 книг выписали. Два месяца книги шли, но получили. Очень большая радость у нас. И теперь я спрашиваю, ну и как? Испания пишет. Мир вам! Все понравилось. Как изданы книги тоже. Хотя первые тома открыты моком, не в твердой обложке. Но главное содержание, а не обложка. Ну, а обложка тогда возможности не было издать. Это на льняной основе. Хорошие корочки. Ну, мягкий переплет. Это не новинка какая-то. Все хорошо. Мы, конечно, не разочарованы и очень рады. Начали с кистиного православия и с нового завета. Но долго времени хватит, пока изучим все 38 книг. Говорите, что если бы кто-то там был, кто взялся бы на испанский перевести к истинному православию, это было бы неплохо. Это было бы не то, что неплохо, а очень-очень хорошо. Мы тоже об этом думали. Мы бы посодействовали материально и еще чем бы могли. Тут нужен очень хороший профессиональный переводчик. И стоило бы дорого. Так как книга не маленькая. А заплатить профессионалу за все пока мы не можем. Спаси Христос. Ну, тут обнадеживающее что? В первую очередь, я не сказал, что искать среди своих только бесплатно. Ни рубля не платить. Добровольно. Вот раньше я занимался немецким языком, английским, другими языками. У меня попадала какая-то книга. Я снова садился за язык и начинал переводить. Переводил целыми книгами. Книгами переводил. Каноны переводил. Так, толкование на песню песней готическими буквами на немецком языке. Всю книгу перевел и стихотворение тоже в стихотворной форме. А я вообще образования не имею. И мне это было очень интересно. Карл Марк где-то, я не знаю, 53 года начал заниматься русским языком. В оригинале считал Пушкина. Вот. И дальше слово пока. Пока. Вот видите, слово хорошее пока. Пока мне понравилось. То есть, может быть, будет по-другому. Мы разговаривали на английском языке. Пытались переводить. На дому у меня были переводчики. Прям сидели за одним столом. Но получилось так. Переводчица уехала отсюда в другое государство. И он тоже в другое. То есть, они уехали в разные страны. Александр М. Дорогой Игнатий Тихонович, благодарю. То есть, я скинул ему на ролик патриарха Кирилла, где он говорит о благовестии. Конечно, патриарха слова значимые и нужные в это время. Но мне кажется, что время уже настолько упущено, что очень трудно будет призвать к этому само духовенство. Оно слишком изнежено и величаво. Они на приходах живут сейчас, как маленькие князьки. И вряд ли многих из таковых патриарха призыв услышит отклик. К верному служению, как таковое, должно быть. Вот если бы он сказал так, в крестовый поход на тех, кто не с вами, значит, они бы сразу поднялись в этот же день. Конечно, и глупо отрицать, что есть много священников, любящих Господа нашего Иисуса Христа. Но их мало будет для проповеди. Да нет у них и опыта такового, как у вас и братьев, даже и как у сектантов, чтобы идти в мир и проповедовать. Все наше упование на Господа, ибо все на земле этой по воле Его. Спаси Христос. Вот. Видите как? Я все раз скинул, многим-многим скинул, чтобы прослушали речь патриарха Кирилла. Дальше. Рахиль Д. Очень хорошо, что стали выставлять и в Одноклассники видеоролики. Я ставлю классы. Глядишь, люди придут в православие через эти ролики. Слава Богу. Что такое классики? Я там не бываю в Одноклассниках. Мне эта система абсолютно не нравится. Дохлая, как я назваю ее. Не рассылать одновременно многим нельзя, не видать где чего. Сергей, бойтесь донайцев, дары приносящих. А я теперь решил показать некоторым, что такое дары донайцев. И это мне отзывы дали на патриаршее вот это, призыв его, как сказать, решение. Это уже было года два назад. Такой же он говорил. И тут сразу священник пожелал один знакомый нам, чтобы у него там съездили, проповедовали. Наши люди поехали, хорошее отношение установили. Прямо сразу температура изменяется. Почему? Зависит от ипорхиального епископа. Что такое дары донайцев? Дары донайцев или более полная версия «Боитесь донайцев, дары приносящих». Смысл этого выражения для нас не очевиден из контекста. Почему надо бояться донайцев, которые пришли с дарами? Уши и выражение дары донайцев растут из мифов о Древней Греции. Все знают историю о знаменитой осаде города Трои. Троя была древнегреческим городом-колонии в Малой Азии, на территории нынешней Турции. Ее много лет безуспешно пытались взять под свой контроль донайцы, представители одного из древнегреческих племен. Взять город приступом не получалось. Поэтому донайцы решили взять непокорных троянцев и с мором, осадив Трою. Но троянцы никак не хотели сдаваться. Больше десяти лет длилось это противостояние. Тогда донайцы решили действовать хитростью. По совету мифического героя Одиссея, они изготовили статую огромного деревянного коня. Внутрь коня спрятался отряд донайских воинов. Греки оставили коня на берегу в качестве жертвы богини Афини, а сами погрузились в корабли и сделали вид, что отплывают насовсем. Вот он, конь стоит, огромный-огромный конь. Троянцы обрадовались в снятии осады. Вышли из укреплений, увидели диковинную статую коня, оставленную донайцами, расценили ее как военный трофей и поволокли добычу в город, не заподозрев, ничего неладного. Лишь ясновидящая Кассандра и троянский жрец Лакаон пытались воспрепятствовать этому, но их никто не послушал. Конь был огромный. Троянцам пришлось по одной из версий даже разобрать стенину, чтобы затащить коня в город с целью установить его на постамент как символ своей победы. Ночью отряд донайцев выбрался из тела коня, открыл городские ворота и дал знак вернувшимся на кораблях воинам, что крепость открыта. Донайцы ворвались в город, и трое пало. С тех пор выражение дары донайцев стало символом коварства, обмана, хитрости, лицемерия и лести. Это прятая слих к выступлению патриарха. Все события Троянской войны описаны римским поэтом Вергилием в Иноиде и в Илиаде Гомера. Основывается как на исторических фактах, так и на мифах и в былинных сказаниях. Так что история с дарами донайцев скорее поучительная историческая притча, чем научно доказанный факт. Но тем не менее выражение «Бойтесь донайцев, дары приносящих» «Тебео донаус эндона фарентес» стало латинской поговоркой, а от римлян пришло и в другие языки. Вот видите, сколько мы узнаем, если мы внимательно считать будем, слышать где-то, это только за один день. Я ей покажу свои ресурсы. Вот это мой мир. В моем мире сюда я перетаскиваю, сейчас я не знаю сегодня сколько вышло, сильно не ладится с интернетом тут, кое-как сегодня наладили. И вот сегодня перенесили сюда несколько уже роликов сегодняшних. вчерашний, вот патриарх Кирилл, это в моем мире. Это мое рассмотрение, то, что он говорил, патриарх. Кто пожелает, может прослушать. Второе, что у нас есть очень ценное, это православный форум, называется «Во свете Библии», вот он где. Очень большой форум, там 1603 большие темы. Далее, канал. Каждый день, вчера я выставил 9 роликов, сегодня пока 4. Вот вчера только пошли братья на работу, я их заснял, как им, как молиться надо. Это 320 просмотров, но тут поменьше, 216 и прочее. И вот здесь, что в патриархе. И еще, это у нас сайт, библейский православный сайт. Очень богат. Вот здесь нажать на него только и сразу на форум, нажать на видеоканал. Здесь все книги, 50 книг аудио. И вот здесь вот самое ценное, это 4124 ответа. Но мы немного уже смотрели, это 43-е рождение. Посчитаем несколько тем. Вот, какая тема здесь? Сейчас посмотрим. Тут плохо видеть, я его копирую. Ctrl-A. Копировала. Ctrl-S. Взял, я показываю как. Теперь заходим в страницу Word, открываем одну. Там голубь видел. Курсор сюда. Ctrl-V выставили. А теперь только Ctrl-A. Сразу делаем на 20. Все у нас получилось. Теперь мы смотрим, что за вопрос. Болтавные вопросы, какие мне задавали в университетах, школах, воинских частях, милиции. Вопрос какой? Вопрос 2859. 14-й том, открытым оком. Открытым том, этот, открытым оком. У меня 33 тома вышло, по 752 странице. Может ли быть рождение свыше без первой любви? Первая любовь может быть без рождения свыше? Может быть без первой. То есть, это два вопроса. Первая любовь может быть без рождения свыше? Насколько эти понятия тождественны? Ты вот так понимаешь, что я стою на капельре, в это время поступают записки, я должен мгновенно отвечать. Всегда отвечаю по четырем параметрам. Что говорит Библия полностью, с неканоническими книгами. Что говорят творения святых отцов об этом? Это 300 томов. Что я знаю где-то. Это жития святых, 1173 жития биографии, 12 томов. И каноны правила, 719 правил. Вот на основании этого всегда давался ответ. По четырем параметрам. Ответ. Ответ. О первой любви читаем только один раз в Библии. Откровение, 2 глава, 4 стих. Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою. Рождение свыше дар Божий, чтобы человек осознал свое окончательно погибшее состояние. Чтобы поверил, что за грех положена смерть по закону Божьей справедливости. И что за грехи его умер Христос. Римлянам 3,23. Потому что все согрешили и лишены славы Божией. Римлянам 6,23. Ибо возмездие за грех смерть, а дар Божий жизнь вечная во Христе Иисусе Господе нашим. Римлянам 5,8. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Человек может любить Бога всем сердцем и даже не за Его Сына на кресте, а за то, что видит и эту любовь прославлять Бога и служить ближнему, не будучи рожден свыше. Рождение свыше не может быть без любви к Богу. Тождественности никакой нет у рождения свыше или первой любовью. Ни один мусульманин не рожден свыше, доколе он находится в своем заблуждении, но он может искренно и от всей души любить Бога, Аллаха. В Ветхом Завете многие любили Бога, но никто из них не был рожден свыше. Эта тема была открыта только Иисусом Никодим. Евангелие Атана 3 глава 3 стих. Иисус сказал ему в ответ Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. Старобрядчество построено на страхе Божьем, на страхе попасть в ад. Там совершенно нет понятия о рождении свыше и о первой любви. Но может быть так, что среди них сам по себе добрый человек родится свыше и будет иметь первую любовь. Потому что они христиане и исповедуют правильно Христа и веруют по Евангелию, имея истинное священство и святые таинства. Вот так. Теперь я стихотворение сразу пишу. Считай. Так, приметам суевериям не числа, с какой ноги шагнул и как чихнул, никто не подсчитал от них смятения зла, кто выдернул, когда садились стул. Когда садится человек, стул выдернул, то упадут. Вот это я сравниваю с тем, что ему не объяснили, он не знает и делает. Дальше. По крику воронья и карканью грачей, полаю, завыванию голодных псов, боялись войн, суровых палачей и запирали двери рот свой на засов. Приметы не к погоде, а к поступкам, к взаимоотношениям, к спасению. Подозреваемая брови чуть насупит и рушатся необратимо семьи. Есть, знаю, справедливые приметы, что если утром ты не помолился, не почитал из Нового Завета печать греха на почернелых лицах. Когда же не спеша молитвой душу кормишь и не спеша же Библию читаешь, весь день, как говорится, очень в норме, часы благословения листаешь. Примета есть, коль милостыню дашь, богаче делаешься ты твое потомство, где с десятиной деньги там не бывает краж, Христос зайдет как Авраму в гости. Как сам со стариками нежно мил, той стороной медаль и обратиться, кто нищего принял и накормил, нальются соком там у винограда кисти. Кто рано-рано каждый день встает, ищим дыханием бедные согреты, устань евангельские там истощает мед. Такие вот из древности приметы. Не будьте суевериям обуяны, во свете Библии проверь во имя света, хранитель-ангел пронесет над ямой. И это непустяшная примета. 4.11.2005 года. То есть это вот так, первая любовь напечатая здесь. Я вас сохраню, это первая любовь. Ну и дальше снова посмотрим еще возвращаемся назад. и вот еще один вопрос. Теперь этот вопрос что? Ctrl-A, Ctrl-S скопировал, выхожу на страничку в мой Word, курсор Ctrl-V вставил, Ctrl-A выделил, и на другой шрифт. Все, размер есть. Видите, как быстро делает это? Вопрос. Вопрос 2913, 15-й том открытым оком. Вы столько говорите о рождении свыше, о водительстве Духом Святым, но почему же в молитвах утренних и вечерних об этом нет ни слова, и о проповеди там не читаем? Видите, какие вопросы серьезные были? Ответ. Потому и нет, как и у Никодима. Евангелия Теанна, 3 глава, 10 стих. Иисус отвечал и сказал ему, ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Они не знали того, и значит вывод соответственно один, что сами не имели рождения от Слова Божия, а верили по убеждению, что есть рай и есть ад, и нужно умолить хозяина пира пропустить их. Они такие и молитвы составляли. Внимательно прочтите все молитвы, а уж о церковных их говорить не нужно, они пропитаны этим содержанием. Нигде не найдете первопостольского духа, а все пропитано монашескими вздохами, страданиями, желанием попасть в рай и избежать ада. Это в чистом виде ветхозаветные молитвы, минувавшие псалтирь в его новозаветные трактовки. Включали в молитвы все, что напоминало хотя бы отдаленную молитву, и даже то, что поведением и откровением, а больше по своим монашеским представлениям, как молитвы Макария Египетского, Василия Великого. А вот то, что стоит во главе в самом истоке молитв апостолов, того нет ни в одном молитвослове. Почему? Единствено потому, что монахи не были возрождены от слова, и никакого значения не придавали благовестию в мире. А потом и вообще ополчились проповеди, и глушили ее, и бубнили свои молитвы. И главное, чтобы научиться кланяться, и молиться цветасно, и при высприне. А вот так молилась церковь. Деяние апостолов, 4 глава, 24 по 31 стихи. Они же выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали, Владыка Божия, сотворивший небо и землю, и море, и все, что в них, ты устами отца нашего Давида, раба твоего, сказал духом святым, что метутся язычники, и народы замышлять тщетное. Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа его. Ибо поистине собрались в городе всем на святого сына твоего Иисуса, помазанного тобою, Ирод, и понтий Пилат с язычниками, и народом израильским, чтобы сделать то, чему быть предопределили ла рука твоя и совет твой. И ныне, Господи, возри на угрозы их, и дай рабам твоим со всею смелостью говорить слово твое, тогда как ты простираешь руку твою на исцеление и на соделание знамений и чудес именем святого сына твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнились все духа святого, и говорили слово Божие с дерзновением. Потому как всколебалась земля, и потому что говорили слово Божие смело, можно без погрешности заключить, что молитва была услышана. Почему же ни в одной сегодняшней молитве нет этих слов, которые я специально подчеркнул? Дай рабам твоим со всей смелостью говорить слово твое. Составители молитв были монахи, составители житей были монахи, и потому они не могли дать того, чего не имели, привязки к Библии, но гнули и выкручивали под свою куколь. В кавычках спасение удобнее всего и надежнее всего конечно же в монастыре. И чтобы ни один не вылазил оттуда и учился молчать, учился молиться по их уже веками раньше составленными молитвам, более опытными делателям Иисусовой молитвы, которые хранили бисердевство и занимались духовным деланием созерцания. Ответ. Дальше, стихотворение. Собрание песен сих, где каждый стих наполнен скорбью черною до края. Сложил я ведатель страстей людских, поскольку сам себе их порицаю. Писал, чтобы слова дойти могли на христиан во всех краях земли. Писал для тех, кто в жизни едва вступает, как и для тех, кто пожил и созрел, для тех, кто путь земной свой завершает и приступает роковой предел, для праведных писал я и для грешных, для утешающих и безутешных, для судящих и для осужденных, для кающихся и грехом плененных, для добродетелей и злодеев, для девственников и прелюбодеев, для всех, для родовитых и ничтожных, рабов забитых и князей вельможных. Писал равно я для мужей и жен, тех, кто унижен, тех, кто вознесен, для повелителей и угнетенных, для оскорбителей и оскорбленных, для тех, кто утешал и кто утешен, писал равно для конных и для пеших, писал равно для малых и великих, для горожан и горцев полудиких, и для того, кто высший властелин, которому судя лишь Бог один, для суетных людей и для благих, для иноков, отшельников святых, и строки, полные моим страданием, пусть станут для кого-то назиданием, пусть кающийся в горьком прегрешении найдет в моих писаниях утешение, пусть обратит мой труд, мое усердие, себе во благо человек любой, и стих мой стал молитвой и мольбой, да вымолит Господне милосердие, Григорий Нарекации. Армянский поэт. Ну вот так. Нарекации. О чем здесь у нас речь шла? О молитвах почему не монашеские молитвы? монашеские молитвы поставь, так, мы сейчас закрываем. Ну и на этом все на сегодняшний день. События какие? Сижу дома, какие события? То вожусь, отвечаю на звонки, обязательно не меньше себе рад в день на молитву, я уже неоднократно говорил вам, это три святые и сто поклонов. Вот это вот и есть молитва. Покажи-ка, Володя. Я показал. Это вот четкие такие. Показал показал. Кто не знает, четкие, чтобы видно было. Ответы. Занимаюсь тут кошками, собаками, воробьями, голубями, жуланами. День проходит, радостно жду, братья с работы придут. Дальше начинаем работать. Очень много смотрю документальных каких-то свидетельств, благовестия, отвечаю на вопросы, звонки. День переполнен буквально. Это вот событие на сегодняшний день. Богу нашему слава. Аминь. Отбей.